Украинские власти просят мировое сообщество наряду с Украиной признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом. Такую идею инициирует Министерство информационной политики Украины. Обратиться к властям различных стран с такой же просьбой планируют и украинские парламентарии. 12 ноября парламент Украины принял постановление, в котором признал депортацию геноцидом крымских татар, а также назвал нынешнюю политику России в отношении них в Крыму этноцидом. Соответствующим проектом выступил нардеп Николай Книжицкий. По мнению главы Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова, это является чрезвычайно важным шагом для украинского общества и моральным долгом перед всеми погибшими от геноцида. Он надеется, что к очередной годовщине траурной даты геноцида 18 мая в мире найдутся страны, которые выскажутся по этому вопросу. Я думаю, что мы сделаем такой скоординованный план действий в несколько комитетов Верховной Рады и депутатского объединения Крым. Потому что здесь очень много будет зависеть от нашей активности, от активности диаспор, от наших международных контактов, как на государственном уровне, так и на уровне народной дипломатии. Несмотря на то, что депортация крымских татар соответствует международному определению геноцида, проблемы с его признанием отдельными странами все равно могут возникнуть, считает Николай Книжицкий. Например, в случае с Россией. Нардепы напомнили, как российские власти шантажировали ряд стран, чтобы те отказывались признавать геноцидом голодомор украинского народа. В ситуации с крымскими татарами все может повториться. Тем не менее, ситуация с признанием геноцида крымских татар важна в первую очередь для Украины и ее общества, считает Книжицкий. Суспільство – это наше ставление один в один. Поэтому сейчас, конечно, важно, чтобы Министерство культуры, а мы будем утверждать бюджет, где соответствующие направления, выделило соответствующие деньги, и чтобы это были нормальные деньги для поддержки культуры крымского татарского народа. Точно так же это относится к другим направлениям поддержки народа. Знаете, митрополит Андрей Шептецкий когда-то много разных вещей говорил про роль культури. Основная думка полагала в том, что если выбирать между плохой государством и качественной культурой народа, то культура является важнейшим. В 1944 году из Крыма были депортированы около 200 тысяч крымских татар. В первые годы депортации от голода и холода погибли, по различным данным, до 46% депортированных. По мнению Книжицкого, малым народам гораздо сложнее пережить последствия геноцида. Поэтому крымские татары сейчас нуждаются в поддержке Украины и мира.